Всем привет, друзья! Рада приветствовать вас сегодня на нашем семейном канале! Сегодня готовим вкусный суп с фрикадельками, но я буду варить его с добавлением гречки. Получается очень вкусно! Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту, может быть вам тоже понравится. Для этого супа необходимы такие ингредиенты. Фарш. Фарш может быть абсолютно любой. У меня сегодня это свиной фарш. Можете брать свиноговяжий, говяжий, куриный, то есть что вы больше предпочитаете. У меня здесь фарша примерно 250 грамм. Гречка. Гречки я... У меня кастрюлька небольшая, вот уже кипит в ней вода, вон слева. Я буду использовать 3 столовых ложки гречки. Гречку я сразу же заливаю холодной водой, пускай немножко постоит. Её нужно промыть хорошо, гречку. Дальше. Две луковицы. Почему две? Одна у меня, которая побольше, пойдёт в зажарку. Вторую луковицу я мелко нарежу и добавлю в фарш. Одна морковочка, немного картошки, чёрный перец, соль. Всё. Это всё, что нам нужно. И, конечно, немножко растительного масла для зажарки, но, в принципе, можно делать на оливковом, на сливочном, что вы больше предпочитаете. Итак, давайте начнём. Одну луковицу, которая помельче у нас, я нарезаю мелким кубиком. В принципе, можно на блендере измельчить. Ну, я просто мелко нарезаю. И добавляем измельчённый лук к фаршу. Фарш нам нужно посолить. Можно добавить немного перца. И хорошенько перемешиваем. В кипящую воду добавляем соль. Затем формируем фрикадельки. Размер фрикаделек регулируйте сами, какие вам больше нравятся. Можно мелкие, можно покрупнее. Я делаю вот такие вот средненькие фрикаделечки. Формируем и отправляем в кипящую воду. Затем нарезаем картофель. После того, как фрикадельки хорошо закипели, мы обязательно снимаем образовавшуюся пенку. Затем добавляем нарезанный картофель. После закипания картофель варим примерно 5-7 минут. Затем будем добавлять гречку. Нарезаем для зажарки лук и морковь. Добавляем промытую гречку. Затем мы занимаемся зажарочкой. На разогретую сковородку наливаем немного растительного масла. И обжариваем, я не жарю отдельно лук, отдельно морковь, все вместе. Морковку можете натереть на терке. Я просто мелко нарезаю, мне так больше нравится. И обжариваем вместе лук и морковь до золотистого цвета. Затем добавляем в супчик готовую зажарку. Теперь можно добавить лавровый лист. Добавляем пару штук. По желанию немного черного перца. Добавляем зелень. У меня зелень замороженная. Это укроп. И зеленый лук. Перемешиваем. Проверяем на готовность. Гречка у меня уже готова. Картошка в принципе тоже. Чтобы гречка не переварилась, я уже плиту свою отключаю. И суп просто-напросто оставляю на плите, чтобы как раз картошка дойдет немножко. И чтобы суп просто настоялся. И можно приступать к обеду. Вот так вот легко и просто можно приготовить очень вкусный супчик. Желательно в конце добавить еще, конечно же, свежей зелени. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok